Слава Украине! Приветствую от Полонского. Сегодня день нашего ПВО. Это, пожалуй, знаете, сегодня, наверное, самый основной вид наших вооруженных сил, не в обиду всем остальным, но ПВО просто то, что держит наше небо. А наше небо должно быть чистым. Почему? Потому что, вы сами прекрасно видите, какое количество путинских ракет летит нам на голову. Путинских ракет, этих шахедов, чего там только нет. И баллистические ракеты, и крылатые ракеты, калибры, шмальдибры, искандеры, хейнжалы. Вот это все летит, шахеды. Это все летит на голову украинцев. Очень часто и в большинстве случаев на голову гражданских людей. И вот, если вы помните начало войны, когда огромное количество, даже больше, чем сейчас, пожалуй, ракет летело на наши города и села. И помните, тут в Киеве, под Киевом, небо было черное от горящих в Василькове канистр с соляркой и т.д. и т.п. Все это все помнят. Это февраль-март прошлого года. Так вот, тогда у расистов им удавалось попасть, ну, я думаю, в где-то 60-70% случаев, когда они посылали свои ракеты. А вот сегодня им удается попасть, ну, может быть, в 10% случаев. Вот в этом огромная разница. Причем мы начали уже сбивать такие ракеты, которые вообще раньше никогда не сбивались. Я имею в виду Кинжалы и Искандеры. То есть, именно баллистические ракеты, которые раньше было сбивать совершенно нечем. И вот тут качественный, очень важен качественный рост нашего ПВО. И мы видим, какие новые системы. К сожалению, их немного. Мир оказался, в общем и целом, не готов к российской агрессии. Систем ПВО во всем мире не так уже много. Приходится их производить. Именно с этим. И мы берем новые. Это не то, что где-то лежит на складе. Его можно взять, подчухать. Ну, как в случае с Хоуками. Но они старенькие. Они тоже что-то сбивают. Вот. Но это, в общем, старые системы. А такие системы, как Носамс, Иристе, Патриот, то, что поновее. Ну, я имею в виду Патриот, это, конечно, тоже они выпустены в начале 90-х. Но вот эти вот те модификации, которые есть у нас, это модификации новые. Их надо производить. И их не так много в мире. Тем не менее, они у нас уже есть. Все вышеперечисленные. И, слава Богу, они сшибают ну, очень большую часть ракет. Скажем так, большую часть ракет и беспилотников, которые Путин шлет на нашу голову. И знаете, что у Путина была такая задача. Вот когда он шлепал на Киев там по 50, помните, по 60 ракет в день. То была задача следующая. Чтобы была паника. Посеять панику в тылу. Паника в тылу вызовет панику на фронте. Ну, это так у него в голове что-то было, да? Так вот, благодаря тому, что ПВО посбивало практически все, что летело, никакой паники в тылу не было. Вообще. Вообще ничего не было. И, как результат, солдаты на фронте чувствуют себя уверенно, зная, что семьи дома в порядке. К сожалению, не вся Украина на сегодняшний день покрыто. ПВО так, как бы мы этого хотели. Но со временем будет больше тех же Ерис-Т, будет больше тех же Носамсов. Ерис-Т сейчас находится в производстве. Несколько штук. Получаем их постепенно. И будем... А, Сампэ-Т, или как она, Мамба, итало-французская, тоже у нас уже есть. Они тоже сбивают баллистические ракеты. То есть, работаем. И наше ПВО, это, честно говоря, вот, когда смотришь на них, понимаешь, какие красавцы. Как они прогрессируют, как они защищают Украину. Это просто-напросто наше все. Респект, снимаю шляпу.